В России по существу есть две оппозиции. Одна это представленная парламентскими партиями и известными политиками, которые, может быть, ранее входили в парламент, а сейчас не входят. Те, которые хорошо представлены в средствах массовой информации. Те, которые имеют организационные финансовые возможности для организации тех или иных протестных выступлений. Но эта оппозиция либо имеет достаточно слабую массовую поддержку, несмотря на все свои ресурсы, либо проявляет, если речь идет, скажем, о парламентской оппозиции, проявляет достаточную вялость, пассивность и склонность к отступлению от своих громких заявлений. В то же время в России есть и другая оппозиция, неявная, размытая и проявляющаяся пока только в общих настроениях людей. Если мы посмотрим на социологические опросы, мы увидим, что по некоторым вопросам подавляющее большинство населения России занимает иную позицию, чем правящий класс. Этот контраст виден. Тем не менее, это же большинство на выборах голосует за правящий класс. Почему так происходит? Именно потому, что вот эти оппозиционные настроения не имеют центров консолидации. А те центры консолидации, которые существуют, вот эту размытую неявную оппозицию совершенно не устраивает. Она им не доверяет. Она не доверяет ни справедливой России, ни КПРФ, ни так называемым белоленточникам. А собственного центра, так сказать, организации и консолидации у этой оппозиции нет. Поэтому она предпочитает поддерживать, пусть и с определенной долей недовольства, нынешнюю власть, поскольку видит в ней меньшее зло по сравнению с такими либо вялыми и малоспособными, либо чуждыми ей по идеологии оппозиционерами. Продолжение следует...